Слава Господу и святого Духа, И без сна и аминь, и без сна и аминь. Митрополит Волоколамский Ларион в миру Алфеев Григорий Валерьевич родился в 1966 году в Москве. Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. Созданный в марте 2009 года с целью повышения образовательного уровня и уровня специальной подготовки управленческих и церковно-дипломатических кадров Московского Патриархата. По благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода митрополит Иларион несет многочисленные общецерковные послушания, представляя Русскую Православную Церковь на различных международных и межхристианских форумах. Является членом Исполнительного и Центрального комитета Всемирного Совета Церквей, Президиума Богословской комиссии Всемирного Совета Церквей «Вера и церковное устройство», Постоянной комиссии по взаимоотношению между Православными Церквами и Всемирным Советом Церквей, Постоянной комиссии по диалогу между Православными Церквами и Римско-католической Церковью. Богослов, композитор. Награжден грамотами Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, медалью за мужество и самопожертвование Литовской Республики, медалью благоверного князя Константина Острожского Польской Православной Церкви, серебряным орденом святителя Иннокентия Православной Церкви в Америке. Одним из последних событий биографии митрополита Волоколамского Илариона стало награждение званием доктора Ганори Скауза Минской Духовной Академии 6 марта 2012 года. Ваше Высокопресвященство, в одни Великого Поста Вы посетили белорусскую столицу и Минские духовные школы при Жироической обители. Насколько я знаю, это не первый Ваш визит в Беларусь. Вы здесь бывали и 15 лет назад. И имеете возможность сравнить, чем тогда жила Беларусь православная и какой ее сегодняшний день? Я много раз посещал Беларусь, и каждый раз имею возможность убеждаться в том, какими темпами здесь ведется воссоздание духовной и религиозной жизни. Это очень хорошо видно на примере тех объектов, которые строятся или воссозидаются. Вот я помню, как, например, только начиналось еще строительство Дома Милосердия в Минске. И сейчас я вижу, каких масштабов достиг этот проект. Я вижу, каким огромным проектом стал Свято-Елизаветинский монастырь. Я помню, как минские духовные школы только начинали свою деятельность, и студенты жили в походных условиях, здания только начинали ремонтироваться, все было в штукатурке, в побелке. А сейчас я вижу благолепные здания, комфортабельные условия для преподавателей, хорошие условия для студентов. И вот я думаю, что все это достигнуто здесь благодаря очень целенаправленной работе самой церкви во главе с митрополитом Филаретом, который уже 34 года возглавляет белорусский экзархат, а также, конечно, благодаря тому уровню, на котором сегодня стоят церковно-государственные отношения в Белоруссии. Потому что этот огромный объем работ невозможно было бы осуществить без поддержки государства. Владыка, Вы стали обладателем степени почетного доктора Гонорий Скауза Минской Духовной Академии. Как Вы оцениваете уровень богословской школы в Белоруссии? Какую роль она играет в жизни современной церкви? Я думаю, что преподаватели духовных школ и богословских учебных заведений Белоруссии очень много делают для того, чтобы повысить уровень богословского образования. А каким образом преподаватель может повысить уровень образования студентов? Прежде всего, повышая свой собственный образовательный уровень. И здесь существует много разных способов. Это и работа в библиотеках, это и работа с источниками, это и самообразование. И то, что получает все большее распространение, это получение образования или стажировка за границей. И сегодня в Белорусской Православной Церкви есть много добрых примеров архиереев и священнослужителей, которые уже получили такое образование либо в Греции, либо в Германии, либо в Италии, либо в какой-либо еще стране, и которые сегодня преподают здесь, делясь со студентами теми знаниями, которые они получили. В частности, я бы мог назвать примеры епископа Бобруйского Серафима, отца Иоасафа Архимандрита, который сейчас является ректором Минской Духовной Академии. Оба они получили образование в Греции. Владыка Серафим также учился в Германии. И вот сегодня они стоят в авангарде богословского образования в Белорусской Православной Церкви. Ваше Высокопресвященство уже много лет в составе главного вуза Белоруссии, в составе Белгосуниверситета, действует институт теологии, ректором которого является митрополит Минский и Слуцкий Филарет, патриарший экзорсия Белоруссии. Для одних наличие богословского учебного заведения в составе светского вуза – это нонсенс, для других – это возвращение к классической университетской традиции Европы. На Ваш взгляд, какую пользу может дать такое взаимопроникновение светского и богословского образования? Я думаю, что факультет теологии, институт теологии, который существует в Белорусском университете и который возглавляет митрополит Филарет, это очень добрый пример соработничества между Церковью и светской наукой. И я думаю, что чем больше было бы таких очагов духовности и богословия именно в светских университетах, тем было бы лучше. Это касается не только Белоруссии, это касается России и других стран постсоветского пространства. И вот что мы сегодня наблюдаем? Мы наблюдаем, что в тех университетах, где создаются институты теологии или кафедры богословия, или факультеты богословия, там постепенно меняется к лучшему вся атмосфера университета. Там становится, снижается или вообще сходит на нет уровень потребления наркотиков, курения, алкоголизма. Там меняется поведение людей, меняется их отношение к религии. Они более серьезно начинают относиться к собственной жизни. И все это потому, что они в реальной жизни, в своей учебе соприкасаются с тем, чему учит Церковь через богословие. Потому что богословие – это не только наука, это прежде всего и образ жизни. Поэтому я думаю, что такие кафедры и институты должны создаваться. И чем их будет больше, тем будет лучше. Владыка, духовным лицам известна инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко о проведении на белорусской земле встречи Папы Римского и Святейшего Патриарха Московской Всеруси. Но для Церкви вопрос географии такой встречи скорее вторичен. Первичный вопрос о соблюдении некоторых условий, которые могут предварить такую встречу. Есть ли какие-то подвижки в решении проблемных вопросов с католической стороны? Я думаю, что встреча между Папой и Патриархом может состояться. Но для того, чтобы она состоялась, мы должны ее хорошо подготовить. И эта подготовка касается не протокольных вопросов, а она касается именно содержания встречи. Потому что для нас эта встреча интересна не как протокольное мероприятие, не как момент рукопожатия перед камерами и обмен любезностями, а как возможность вывести на новый уровень отношения между православными и католиками и решить те проблемы, которые сегодня существуют. Главной проблемой остается трудная межконфессиональная ситуация на Западной Украине, где в результате действий греко-католиков были, по сути дела, разрушены три православные епархии, где у православных были отняты храмы, и где во многих местах до сих пор православные не имеют возможности молиться и совершать богослужения в храмах. Вот эта тяжелейшая рана, которая была нанесена украинскому православию, она продолжает кровоточить. И мы ожидаем от католической церкви вполне конкретных шагов, которые были бы направлены на уврачевание сложившейся ситуации. Вот я думаю, что если такие шаги будут предприняты, то станет возможной и встреча между Папой и Патриархом. Владыка, в современной Беларуси отношения православной и католической общин можно назвать мирными. Беларусь славится межконфессиональной гармонией. Унятский проект в 90-е годы не получил народной поддержки, в отличие от Западной Украины. То есть у нее не получилось возродить. Но, тем не менее, есть некоторые силы, которые хотели бы придать этому проекту новое дыхание. К чему могут привести такие шаги? В православной церкви мы принципиально выступаем против унии. Мы считаем, что уния была исторической ошибкой со стороны католической церкви. Она не принесла искомого единства, но наоборот, она принесла множество бедствий православным, в частности, на западных территориях Руси, в Белоруссии, в Речи Посполитой. И даже последствия унии сегодня наносят ущерб православно-католическим отношениям. Я здесь должен сказать, что мы с некоторым беспокойством услышали о планах некоторых католических структур перенести в Белоруссию останки Иосифата Кунцевича, личности весьма противоречивой. И я говорил об этом открыто и с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Бертоне и председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Кохом, что такого рода акция, она никак не будет способствовать консолидации белорусского населения и не вызовет симпатии к католической церкви. Но наоборот, она может вызвать в памяти старые раны, нанесенные в ту эпоху, когда православные католики находились на этих землях в состоянии вражды и призвал руководство католической церкви и воздержать такой акции. Я прямо хочу сказать, что унию надо не развивать, а ее надо сворачивать. Там, где существуют униадские структуры, они, конечно, должны иметь право на существование. Там есть свои церкви, есть свои епископы, есть свои священники. Но раздувать этот проект, возобновлять его, пытаться вдохнуть в него новую жизнь, пытаться его реанимировать, ни в коем случае не следует. Потому что никогда уния не приносила добрых плодов на ниве православно-католического сотрудничества. И я бы хотел отметить, что не только православные, но и католики признали официально, что уния не является путем к единству. Это было сделано в 1993 году на православно-католических собеседованиях в Баламанде. Там обе стороны признали, что уния не является путем к единству. Поэтому я думаю, что униадский проект, он может существовать там, где он исторически сложился, там, где живут верующие, которые принадлежат к греко-католической церкви. Но распространять его на те территории, где унии либо никогда не было, либо где она имела лишь спорадическое существование, ни в коем случае не следует. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok